После окончания спортивной карьеры Светлана Мастеркова пришла работать на телевидении. Сперва она была спортивным комментатором и вела небольшие рубрики в спортивной редакции, а позже стала ведущей программы с более широкой тематикой. Первый шаг в профессиональную деятельность после спорта я пришла как раз на телевидение, НТВ+, потому что там больше всего обо мне знали, больших людей я там знала, потому что каждый раз репортажи, съемки были. Но поскольку я пришла в редакторскую как член команды, то, понятное дело, уже никто не подлетал ко мне, не предлагал чашечку кофе и посидеть и просто поболтать, да? То есть я пришла таким же профессионалом, как и все. Поэтому я сразу заявила коллективу, что, ребят, помогите, потому что, понимаете, да, ваше образование журналистка в отношении к моему совершенно на нулевом уровне, поэтому если чем-то поможете, я буду вам благодарна. И вот тогда совершенно другая была ситуация. Предложили кофе, посидели, поболтали, то есть, понимаете, ждали звезду, а пришел человек, который хочет научиться чему-то, какому-то делу. В первую очередь, конечно же, приняла меня Анна Владимировна Дмитриева. Она с улыбкой меня приняла, потому что Свет говорит, все этот путь проходят, все девчонки, ребята приходят, и у нее на канале, естественно, много олимпийских чемпионов, которые и ведут программы, и редакторские деятельности занимаются. Поэтому она приняла меня как должное. Первый мой репортаж. Я уезжаю на горнолыжный подмосковный курорт в Сарачаны, беру, значит, интервью у директора горнолыжного курорта, интервью удается, подсъемки, много видео, много интересных кадров. Я приезжаю, значит, в Останкино, и тут наступает самый главный момент. Нужно написать текст. А в голове столько мыслей, столько идей, я никак не могла их упорядочить. Я билась, наверное, часа три и поняла, что невозможно собрать мысли в кучу, видимо, нет такого дара у меня. Тогда я подумала, пойду, признаюсь Анне Владимировне Дмитриевой о том, что не получается, а репортаж должен выйти в вечернем эфире. Поняв проблему, Анна Владимировна с легкой руки написала мне текст, я пошла его озвучила, и когда вышел репортаж в эфир, я зашла в редакторскую, все улыбнулись и сказали мне, певствовала. Я говорю, что такое, что вы имеете в виду? Это слово Анны Владимировны, и каждый, кто приходит к ней, это слово всегда звучит. Это как, знаете, вот знак о том, что поддержите этого человека. Я поддержала, и вы поддержите. О судьбе Светланы Мастерковой был снят художественный фильм «Дистанция». В эту картину вошли реальные истории из жизни спортсменки. Главную роль сыграла актриса Ольга Погодина. В моей жизни встречаются такие люди, которые загораются общением. Я вообще открываю душу не с каждым человеком. И так получилось, что на кинотабре мы познакомились с Ольгой Погодиной. Все, что происходило вокруг, нас не коснулось, мы не хотели быть причастными к каким-то вечеринкам. И мы селись на веранде попить чайку перед сном, чтобы успокоиться и отдохнуть. И слово за слово, в буквальном смысле. И вот ее профессиональная черта зацепила вот та информация, о которой я говорила, о своей жизни. Причем как-то так получилось, именно ей говорила о жизни своей без прикрас, такая, какая она есть, даже делясь секретами, сокровенными тайнами, как это на самом деле было, как было сложно. У меня была бабушка, у нее было много детей, девчонки все были. И все хотели выйти замуж. Желания избивались, но разбивались семьи, наступали новые проблемы. Моя мама жила в Красноярске, потому что она работала там в столовой, присылала мне оттуда деньги, я была маленькой девочкой. И казалось бы, обо мне заботиться не нужно, потому что я была сыта, ну, кое-как одета, вроде как тепло. Все, к чему в жизни я пришла, через вопросы к себе и ответ от самой себя. Глубинка, Сибирь, зубная щетка на несколько человек. Я даже в какой-то период времени поняла, что зубная щетка – это личное средство гигиены. Поскольку мы с Олей Погодней разговаривали о моей жизни, и когда она узнала, какова была моя жизнь, и вообще сопоставление той жизни и какая сейчас, она была поражена. Она сказала, что об этом нужно писать, об этом нужно говорить. Потому что многие люди, которые живут именно так, как ты жила, это обычные люди, это люди из глубинки. И только поэтому мы решили с ней показать. У каждого одна стартовая площадка. И что вопреки многим препятствиям можно стать человеком. Обеспеченным, известным, популярным. Вот тут уже начинается дуэт чемпионки мира и чемпионки России. Грида Звонарева и Грека Сантош. Некотор примерно впереди, она удерживает это преимущество. Да, удерживает и становится олимпийской чемпионкой. Первое, о чем мы задумались с ней, это о идее. Эту идею нужно было воплотить. Первое мы нашли друзей совместно, чтобы нам дали денег. Потом мы сделали заявку, написали сценарий. Сценарий писался под мою диктовку. Там на основании вот этих всех разговоров, наговоров о жизни сформировалась картинка. Она не совсем та, которая была в реальной жизни, но основана на событиях, которые были в моей жизни. Она была вдохновителем, она была убедителем. Она была убедительна в том, что этот фильм нужно снять. Я нашла большую кучу денег и отсняла этот фильм. Она была и актером, актрисой, и продюсером. Это было очень сложно. И чтобы сыграть вот эту роль, она с непривычки бегала дубль за дублем по дорожке беговой. И, соответственно, у нее заболели икроножные мышцы, ахиллы сухожили. И вот в тех кадрах, где она играла меня с перебитыми, как говорится, с больными ногами, она доиграла совершенную боль, которую она ощущала в реальной жизни. Такая волнительная сцена. Рита Звонарева на верхней ступени пьедестала почета получила золотую олимпийскую награду. Это большой успех нашей спортсменки. Сейчас Светлана Мастеркова пробует себя в новом качестве. Она назначена директором детского дворца спорта на Таганке. Новая должность изменила жизнь не только самой Светланы, но и всего спортивного комплекса. Вот сейчас, в данный момент, самый пик моей профессиональной карьеры, потому что я сейчас являюсь директором детского дворца спорта. События, которые здесь проходили, которые будут проходить, это уже будет зависеть от меня, как дворец спорта будет процветать, какие люди будут посещать, какие дети будут развиваться, как им здесь будет комфортно ли. К этому я пришла самостоятельно. Саша, я на телефоне, на мобильном. Я пойду в гостиницу поднимусь. Спасибо. Уж как я старалась отойти от спорта и быть вне спорта, дабы меня не ассоциировали только как спортсменку. В итоге я поняла, что спортивные задачи можно выполнять и уже будучи взрослым человеком, и на благо уже спортсменам, которые начинают свою спортивную карьеру. Вот видите, какие маленькие тренируются. Вообще у нас здесь проходят и фестивали детского сада, то есть и учатся плавать здесь детишки, то есть вообще. К этому я сама должна была прийти. Я посчитала, что я могу себе уже позволить полностью переключиться и быть ответственной на этом подпище. Сейчас я занимаю руководящую должность, я вникаю во все, что происходит здесь. Все решения, все вопросы проходят через меня. Это лишь потому, что я должна знать внутреннюю схему жизни этого предприятия. И только так, если бы я пришла сюда сидеть на кресле и давать распоряжение заместителям и заведующим отделений, я думаю, что это был бы недолгосрочный период, и на вопросы, задаваемые мне руководством, были бы очень некомпетентные ответы. Поэтому мне нужно знать все. Ну ладно, разберемся побольше цветов. Здесь, конечно, на самом деле у тебя здесь должен быть кабинет. У тебя должен быть здесь кабинет. Потом мы сделаем так, чтобы комната отдыха была, какую-то зону сделаем, но мы потом обсудим с тобой. Сейчас, мне кажется, я на своем месте. Я чувствую свою миссию. Я так много видела несправедливости, когда была спортсменкой со стороны чиновников. Я сейчас хочу выстроить так работу, чтобы мне не было стыдно не перед каждым спортсменом, что я что-то сделала не так. То есть сейчас мой долг сделать во благо. Я мечтаю навести порядок там, где я. Я с настроением еду на работу, хотя это бывает очень рано. И общаясь со своей командой, я вижу по глазам, они заждались. Руководителя, который будет идти по закону, который будет уважать их труд и ценить их по достоинству. Оля Нелюбова – двукратная олимпийская чемпионка среди ветеранов. И сейчас она работает со мной. То есть, понимаете, да? Спортивная команда собирается как бы заново въедино. Вокруг меня сейчас собран штат из моих друзей, которые великие спортсмены. Ну, просто я жду. Я жду, какой результат будет от нашей работы. Это интересно, как в спорте. Вот к чему мы придем, если будем правильными, честными и открытыми. Мне сам факт, мне интересно. Я мечтаю показать кому-то, наверное, примером, что можно жить честно, правильно. Но я по-другому не могу. И люди вокруг меня точно такие же. Это я точно уверена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА